Всем привет! Вы на канале Дачный уголок. Хочу небольшой обзор вам показать, что выросло у нас первый год, так сказать. Это картошка. Королева Анна. Такая ботва уже большая, но еще не цветет. Окучивать не окучивала. Так, тут вылезло всего лишь пару огурчиков. Точнее, ботвы. Болоте тут я еще не полола. Было некогда. Дальше. Это также экспериментальная грядка. Картошка посажена пару недель назад. Сажала ее Анжела. Вот она вылезает. Посмотрим, что будет. Дальше. Вот эта грядка. Вообще совсем ни разу не была прополота. До нее руки еще не дошли. Здесь салат. Но его и полоть не надо. Он сам сорняки. Выживая, так сказать. Здесь редиска, но что-то редиска мелкая. И никто есть ее не хочет. В следующем году сажать ее даже, наверное, и не буду. Вот. Так. Там больше вроде ничего у нас нет. Здесь огурцы. Они были под пленкой. Немного укропа. Огурцы. Огурцы я удобряю зеленым настоем с навозом, так сказать. Это даже, видите, маленькие огурчики. Золой посыпаю. Так поливаю по пол ведра на кустик. Правда, поливаю через день, через два, потому что просто никогда нет времени. А вот эти огурцы посажены так же одновременно. Но они были без укрывного материала. Я для себя сделала вывод, что для них обязательно нужен укрывной материал. Здесь я полола, наверное, один раз только. Да, эту грядку прополола. Идем дальше. Здесь посажен лук. Сажала в мае его. Морковь. Лук с укропом у меня растет. Две штучки цветной капусты сажала. Морковь. Ну и, конечно, бархатец. Как же без него. Бархатец обязательно. Малина. Это которую со свекровью сажали. Она какая большая. Дальше. Вот это два кочана капусты ранней. Посажена она была в мае месяце. Без укрывного материала. Рядом было сено уложено. Также золой подкидываю ей. Чувствую. Мне кажется, она себя вообще хорошо, шикарно закручиваться начала уже. Это укроп. Также в мае. Здесь посыпала немножко опилками пару рядов для эксперимента. Ну, скажу, для меня разницы нет. Что с опилками, что без опилок. Укроп, конечно, радует. Но, к сожалению, посеяно его мало. Свекла. Ботва, конечно, шикарная у свеклы. Также в тот же день была посеяна в мае. Так, и на той посажена практически без укрывного материала помидорка. Перец. Вот перец. Но его не будет, видимо, в этом году. Ну, я не расстраиваюсь. Это для эксперимента было. На следующий год буду сажать под укрывной материал. И там капуста. Капуста была посажена в июне. То есть, ну, есть разница, да, между май и июньской капустой. Ну, я еще только учусь. Набираюсь опыта, так сказать. Так, затем вот эта картошка была посажена тоже в мае. Белая роза. И она очень разная, я вам скажу. Посажена хоть и в один день, но вот здесь вот прополуть, конечно, надо покороче. Вот, может, сверху будет видно. Где-то она повыше, где-то совсем коротенькая, маленькая, а где-то средняя. То есть, вот. В следующий раз приеду сюда, прополю все. И уже прополутое вам покажу. Вот это вот самый высокий куст. Так, пойдемте покажу кабачки. Так, вот это кабачки. Сажали в мае. И вот уже вот без укрывного материала. Тут земля такая глинистая. Вот. Глинистая земля. Вот тут уже несколько штучек кабачков нарастает. То есть, посмотрим. Здесь просто цветочки. Это у нас кабачки. Что-то я не помню. Грибовские. Грибовские кабачки. Вот, посмотрим. Ну, тут такая глина, я бы сказала. Даже не земля. Здесь кабачки. Не помню, какой сорт сажали со свекровью в июне. Я бы сказала, не особо сильно они отстают в развитии. Нагоняют. Удобрения все тоже самое, одинаковые. И зола, и зеленая настойка с навозом. Ну, в общем, пока это у нас выглядит вот так все. В этом году, во всяком случае. В следующем году постараемся побольше сил приложить, чтобы побольше было вскопано и посажено побольше. Вот, это будущий туалет. Как бы еще только начали его строить. Туалет будет отдельный ролик, как муж строит его. Он учится. Ни разу ничего не строил. Ну, кроме, конечно, забора. Ну, в общем, вот так вот у нас это все выглядит. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.